Привет, друзья! На душе кошки шкребутся. Я не знаю, почему, я вам не могу рассказать, даже почему объяснить. Может, потому что у меня сегодня очень тоже рано день начался, очень много всего, и впереди ещё много всяких дел. Мы там с мамой сегодня повздорили несколько раз достаточно серьёзно. Ну, уже всё нормально, но спорили, короче. Это тоже выбивает сильные скалеи, когда ты вот это нервничаешь, ругаешься, и всё как-то так опять навалилось. Вот, я не знаю, мне говорят там, вот тебе стало тяжело смотреть. Ну, это некоторые люди пишут, не все, конечно. Ну, такое состояние внутри, мне некуда от него тоже деться, поэтому я пытаюсь как бы легко и позитивно вести ролики, но очень сложно. А в последнее время вы понимаете, почему. Всё очень сильно давит, всё абсолютно, любой какой-то момент. И я уже Лёше говорю, такое ощущение, что реально радости в жизни практически нет, тебя вообще уже ничего толком не радует по-настоящему. Зашли в пару магазинов, там мама какие-то вещи искала, но ничего не нашла, всё как всегда, то есть это один и тот же сценарий. Найти что-то практически невозможно. Мы тогда зашли в продуктовые магазины, купили еду, вот, опять же купила какую-то ерунду, просто чтобы поднять себе настроение едой. Да, это глупо, это тупо, я понимаю, что это так у меня в жизни и происходит, но я пока себя не могу остановить, потому что это самый простой способ ощутить какую-то радость. Я просто страдаю, но это не значит, что вы должны страдать вместе со мной, ребята. Я никому не желаю проживать это состояние часто и как бы ощущать себя вот так. Это мерзко, неприятно, и просто я очень надеюсь, что в скором времени это просто уйдёт. Единственное, что меня сейчас как бы более вдохновляет и радует, это вот это обучение, которое даёт мне надежду на что-то ещё. Не знаю, как это объяснить, но вот оно меня вдохновляет. Я хочу сегодня выложить рилс с первой своей предметкой, вот, и мне кажется, что вот тут я на верном пути, что-то мне подсказывает, что на верном. Ну, а сейчас я просто покажу вам, что я купила сегодня. Покупки, ребят, наша любимая рубрика, может, кто-то её не любит, но я её люблю. Моя радость, друзья, небольшая, что-то покупать. И буду кое-что доделывать по работе, выкладывать тот самый рилс, о котором я говорила. И надо всё-таки убрать полы, а то мы вчера не пылесосили, но он пылесосан, потому что он был разряжен, он нужно было зарядить. Так, тут у меня есть продуктовая тема и непродуктовая. Начнём с вот этой. Здесь вот такая маленькая сметанка. Мама сказала, что это вкусная сметана. Она сказала, что попробуем. Потом ещё покупала кусочек сыра. Это отдельный магазин такой, не помню даже, как он называть. Я там ещё масса брала на разрез. Это я в Гале Балованной купила котлетки и бешеней, потому что сейчас времени готовить, настроения вообще нет. Что-то такое. Поэтому с Лёшей мы периодически покупаем полупабрикаты там. Но я всё равно сделала капусту с рисом квашеной, поэтому купила капусту в АТБ. А где же это мясо? Я его не вижу. Где-то... А, вот оно, это мясо с его магазинчиком. Я просто эту капусту часто делаю именно с мясом с куриного бедра. Вот это оно. Потом в Центральном судьбе я купила две упаковки мороженого на посластителе. Она без сахара. Она была со скидкой, но оно дорогое. Я считаю, дорогое. 250 грамм, 150 гривен со скидкой. Поэтому вот такое с шоколадом. И есть ещё одно, которое просто, как я так понимаю, ванильное, яичное. Что-то так заинтересовало. Но, опять же, это тот самый способ ощутить быстро радость. Быстро. Кстати, итальянское. Мне почему-то кажется, что оно будет очень вкусное. Там же в Центральном судьбе я нашла ещё хлебцы рисовые с паприкой. Какие-то другие надо будет попробовать. С бурым рисом будет. Ну, прикольненький такой перекус. Взяла альпро кокосовый. До этого был просто какой-то соевый ванильный. Это именно кокосовый. Попробую. Мне, в принципе, нравится. Но тот, что был ванильный, мне он казался очень сладким. Хотя тут, типа, небольшое количество сахара, обычного сахара. У меня прям что-то сильно сладко было. Вот кусочек папайи мы с мамой взяли. И она себе, и я себе. Что спелое, хорошее. Вот эти штуки, тортелли. Это вкусная вещь. Покупаем мы крайне редко. Вот. Но я взяла, потому что была скидка. Вот такие с сыром. 250 грамм. И с рикоттой и шпинатом. Это я планирую сварить за раз. И к ним котлетки сделать. И капусту. И на этой неделе у меня моя очередь готовить. И вот что еще нашла. Fucking delicious. Я что-то не обратила внимания на название. Короче. Какое-то высококалорийное, к сожалению. Печенье без сахара. С рексай пастой. Ну, ребят, это просто вот лишь бы купить. Вот серьезно. Я это все признаю. All Nutrition, кстати. По-моему, популярная очень фирма. Не видела я просто такого. Его как увидела, поняла, что надо брать. Это что по еде. Дальше здесь у нас очень интересный момент. Очень интересное обновление. И маленькая радость на канале. Это петличка. Вообще-то эту петличку покупала не я. Ее покупала девочка с работы. Нам для съемок. Вот. Но она нам еще не очень как бы пригождалась. И она барахлила очень сильно. Но мне ее отдали, потому что мне, в принципе, эта петличка может понадобиться дальше на работе. И я хотела купить. Я на сегодня заказала другую петличку в Best Buy Case. Мне даже позвонили, сказали, что ее привезли. Но мне отдали эту. Поэтому той придется пойти отказаться. Буду пользоваться этой. И это дешевле немножечко, чем та, что я заказала. Та 800, по-моему, с чем-то. Та 600, с чем-то. Но когда мы с ней снимали, она вроде бы очень хорошо пишет звук. Буду использовать ее там в каких-то кофейнях. Может, на улице буду пытаться. Надо еще находить моменты, где лучше ее использовать для влогов. Но, думаю, для людей, которые все время жаловались на звук, это приятная новость. Поэтому у нас, наконец-то, появилась петличка. Ура, ребят! Это я купила. Такой маленький комплектик. Не знаю, как часто я это буду носить и вообще сколько раз я это надену. Но мне почему-то понравилась эта тема. Черный шнурок с красным сердцем. Это мне все обошлось. Монпассия 100 с чем-то гривен. 105, 109. Немного. Вот для каких-то там пары оборотиков можно будет делать этот шнурочек, завязывать по-разному. Ну, прикольно. Не знаю. Просто захотелось. А здесь у нас вещи. Сейчас я разберу продукты и покажу, что в этих пакетах. У меня он должен быть. Причем я не знаю, что это за бренд. Я так на него наткнулась, походу, на таргете. Мне просто нужен был белый. Мне очень тяжело было найти тот, который я хочу. Давай, смотрите, красивый мешочек. Ну, я, кажется, нашла. Называется Wave Brand. Вот. Это просто лонг по типу того, что на мне сейчас. Не знаю, как тут будет по ткани, по качеству. А, нравится мне ткань. Да, неплохо. Это то, что я говорила. Наслаивать один на другой. Вот сейчас мы попробуем прямо это сделать, так сказать, в прямом эфире. Не знаю, получится у меня или нет именно с этим. Он такой, достаточно, конечно, плотный. Может и не получится. Прям очень облегающий тот по свободе, который под низом у меня. Ой, господи. Ой, как узко-то. Надо было можно брать другой размер. А что так тесно? Он очень тесный. Капец. Прям меня что-то передавило жестко. Не знаю, он очень тесный, ребята. Очень тесный. Даже если сейчас его попробую без второго лонга. Он прям капец какой тесный. И на ножу. Мне кажется, его надо менять. Мне не нравится. Или отдавать вообще обратно. Слишком прям. Это должно было быть, в моей задумке, что это невесомое на невесомое, а не вот такое вот. Там же ж не поймешь по ткани ничего. Ах, я это расстраиваю. И покупка не очень удачная. Дальше. Дальше, надеюсь, будет поудачнее покупка. И здесь у меня брючки. Хотелось обновить брюки именно от костюмного плана. Я заказала у бренда, которому доверяю. Это Lava Studio. Может, вы о нем знаете. Он достаточно популярный у нас в Украине. И эти брюки многие покупают. А чего они такие темные? Они должны быть такие темные. Это палаццо. Что-то мне кажется, что они очень темные. Ой, слушайте, я не знаю. Сейчас померю, посмотрим. Капец, мешок какой-то они брюки просто. Что такое? Ребята, это эска. Что это? Тут можно еще одну у меня сюда засунуть. Очень они какие-то объемные. А цвет я не помню. Я, по-моему, хотела более светлый. Или у них только такой был. Сами по себе брюки нормальные. Ну что, мне тоже не нравится. Что это? Гляньте на меня. Просто, блин, клоун. Кошмар. Неудача. Увы. Не нравится мне ни размер, ни цвет. Слишком мрачно. Пока у меня присоединение, посылок по полису попылесосим. И мондомик, получается, можно вот так вот пылесосить. Даже нужно. Ну что, друзья, мы пропылесосили. Вообще, пылесос классный. Он, конечно, очень мощный. Хорошо собирает мусор. В принципе, удобный. К нему надо просто привыкнуть. Что первое время, действительно, прям рука от него будет уставать. Я уверена в этом. Единственный минус, который мы обнаружили. Он у нас очень быстро разрядился. Он работал от силы 30 минут. Я не знаю. И разрядился. Хотя мы его на ночь полностью зарядили. Мы пылесосили на низкой мощности. Я так и не поняла, что это случилось. Надеюсь, это не брак. Вот. Но как бы, да. Не очень это приятно. Посмотрим, что оно так вышло. Я выложила свое видео с предметной съемкой первое. В инстаграм ввыдился. Поэтому можете подойти посмотреть. Написать, что вы думаете по этому поводу. Я, честно говоря, довольна. Как для первого раза, мне кажется, очень даже неплохо. И мне было это интересно сделать. И мне хотелось вложить в это хоть какой-то смысл. Ну, смысл этого крема. А не просто там его чем-то закидать, забрызгать. Просто, чтобы было красиво. Типа, хотелось все, чтобы было связано. Вот. Сейчас хочу, если найду пару минуточек, почитать чуть-чуть. Тут книга, которую Леше дарили на работе. Но он ее так и не читал. Вот. И хочу попробовать я. Потому что в последнее время я выгляжу как... Практически все эти картинки и так вот по очереди, действительно, на обложке, которые... Завтра у меня с утра готовка, предметная съемка. Ну, это домашка будет. Работа. А потом две тренировки. Пока, друзья. Спасибо за то, что посмотрели. И, кстати, все вещи я верну. Я решила оформить возврат, потому что не мое, не нравится. И нечего их оставлять, если не нравится. Пока.